Ребята, всем привет! Сегодня я буду наряжать нашу ёлочку живую, ну как, настоящую. Она не очень большая, на самом деле можно было и побольше поставить. Это пихта, она очень вкусно пахнет, она сыпется. Хотя мне все говорят, пихта не сыпется никогда, ну ни одной крошки не падает. Я буду наряжать ёлку, как я и сказала, и отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали мне в инстаграме. Здесь находятся игрушки, которые вчера мы привезли с дачи. Мне абсолютно пофиг на то, что у меня ёлочные игрушки с позапрошлого года будут. Я в этом плане не привередливая, у меня нет каких-то фетишей, там каждый год бежать покупать новые игрушки разных цветов. Вот мне нравится серебряный цвет, белый, там еще какой-то, да, такой. Ну, короче, тут у меня все они белые, и мне это вообще кайф. Вот они, все игрушки, их там очень много. Скучала ли я по тому, чтобы снимать видосы на YouTube? Очень. Блин, это не то. Фу. Это разноцветный, я такого не хочу. Где мои бежевые? Объезженные где? Ну, знаете, я принимаю все уже в этом году. Ну, не бежевая, значит, не бежевая. Ой, сам любимый вопрос, давайте начнем с него. Осталось ли у меня навязчивая идея выйти замуж? Еще там был вопрос, что ты хочешь оставить в 2020 году? Вот это, вот это все я хочу оставить в 2020 году. Нет у меня такой навязчивой идеи, хотя была. Меня больше волнуют проблемы с моей кожей и жилищные проблемы, скажем так. Поскольку я не могу в одно видео засунуть сразу разные темы, разные тематики, но скажу здесь, что в следующем влоге я вам обязательно покажу дизайн-проект моей квартиры. Вот, но пока не могу сказать, состоится этот весь план или нет. Причины тоже назвать не могу, но показать покажу. На самом деле, не знаю, почему многие люди думают, что как только закончится 2020 год, то сразу все станет круто и все проблемы закончатся. Конечно же, это не так. Но мне хочется в это верить тоже. Как красиво! Как я буду отвечать день рождения и Новый год? У меня настолько в этом году, ну я уже говорила, не хочется постоянно повторяться, но никакого праздничного настроения, особенно когда какие-то проблемы у тебя с кожей, то, что тебя очень расстраивает. Ну реально, даже вот как-то не то, что не хочется веселиться, но, короче, день рождения, Новый год, я собираюсь, скорее всего, отмечать на даче. Просто с родными, просто париться в бане, кушать шашлык, распиваться алкогольные напитки. Почему я снимаю видео не с Кариной? У всех свой график в жизни. У Карины свои планы, у меня свои планы. Она сегодня занята, я ей даже писать не стала, потому что знала, что она занята. Ну и я подумала, зачем мне кого-то ждать, когда я могу сама надеть Йогу? Я сильная и независимая. Если вы спросите, где Слава, Слава должен войти скоро в кадр. Я готов. Айф, Петр, уже не видно. Куда я собираюсь поехать, сюда, как закончится карантин? В Грузию, конечно же, своему дедушке. Поэтому хотелось бы, чтобы карантин закончился уже поскорее. Живая ёлка такая непонятная, если честно. Я абсолютно её не понимаю. Следующий вопрос. Почему я решила поставить живую ёлку? Мне было плаву поехать на дачу за нашей искусственной ёлкой, которая, кстати, очень большая. Ну, по сравнению с этой, она просто гигантская. Короче говоря, дело заключается в моей лене. Мне было плаву ехать на дачу за ёлкой, потому что она очень тяжёлая, большая. Несмотря на то, что мы со Славой ездили вместе на дачу за теми же игрушками, но за ёлкой мне было впадло поехать. И я подумала, почему бы не поставить живую ёлку? За ней не надо никуда ехать, мне её домой привезли. Это как бы класс, но на дачу-то всё равно пришлось ехать игрушками. Поэтому, честно говоря, логики не вижу в своих поступках. Да и вообще, в принципе, существует ли логика? Потому что моя жизнь – это сплошная, нелогичная какая-то штукенция. Конечно, есть свои прелести в живой ёлке. Оно очень вкусно пахнет. Но я бы не сказала, что прям офигенно. Но прикольно. Также у меня спрашивают, когда я выпущу свою рубрику «Тему». Я её не снимаю из принципа, но себе это объясняю так, что... Ну ладно, это типа был первый сезон. Ну знаете так, второй сезон в следующем году. Не снимаю, потому что для меня эта рубрика такая, как шоу. Мне хочется, чтобы всё было плюс-минус более качественно сделано. Дело не в том, что на это уйдёт больше времени, на тот же монтаж, съёмку. Дело в том, что опять же-таки всё опирается в мои проблемы с кожей. И когда я буду снимать эту рубрику, я буду снимать её на профессиональную камеру. С достаточно хорошим освещением. Возможно, здесь тоже издалека вы видите. Ну, в общем, просто не хочется пока. Из-за кожи. Всем привет! О, расскажи на видео, как ты... Справился с прыщами? Нет. Я не справился, у меня тоже вон прыщи. Справился с моими прыщами. А, я уверен, что это очень популярный вопрос. Всем интересно знать, как я живу с этим. Да. Смысли, с этим. С этими прыщами. Как тебе? Вот ты смотришь на меня, ты же видишь меня без макияжа. Кстати, помнишь это сердечко? Да, Слава любит подарить стрёмные шарики. Смотрите, какое красивое. Да ты просто не шаришь. Просто, ну, блин, красивое сердечко с цветочками. Нереально, нереально красивое. Я не помню, где в Риге я тебе взял, но это... Да, ну нет, нет, Сынюк такой миленький, знаешь, в этом плане. Ну, просто, ну, он реально как бы не вписывается. А, на самом деле, я Юле уже сказал, что она прекрасна и так. То есть, как бы, это просто физиологическая сейчас проблема. Ну, как бы, она просто внешняя. Но внутри-то она не изменилась, как бы, внутри, как она была. Ну, по-моему, я стала злее. Ну, ты стала злая просто из-за случая этого, из-за этой ситуации. Но по факту, как бы, я же тебя не за... Как бы, не за чистую кожу полюбил. О, какая у меня чистая кожа. Да нет, на самом деле, я ее люблю и сказал, что... Люблю тебя такой, какая ты есть, и что ты... Ты должна отпустить эту ситуацию, не обращать на это столько внимания. То есть, ты не должна на этом так зацикливаться, как ты зацикливаешься сейчас. Я понимаю, что кто-то скажет, ну, типа, это же ее работа, она должна. Да, она должна, но не настолько сильно. Просто, вы не представляете, она каждую секунду просто смотрит в зеркало и себя убивает. Она смотрит в зеркало и себя просто глазами пепелит и говорит, боже, какая я уродливая. Ну, не надо загибать. Ну, нет, по факту, как бы. Ты думал, я вчера посходила из зеркала, у себя в плечах говорю, ну, кто такое чудо, бред, вел на свет. Вот это хорошая, это хорошая, позитивная мысль, это правильно. Но иногда она просто подходит и просто смотрит на себя и молчит. Я понимаю, что у нее там внутри куча-куча эмоций, и они все негативны. Просто хочу сказать, что ты хороший человек, это все пройдет обязательно, все это пройдет. Ну, в общем, Слава на это реагирует примерно вот так. Он меня поддерживает, говорит, что я норма. У меня в детстве, в подростковом возрасте, было куча прыщей. Я был настолько уродлив, что просто даже описать это невозможно. Я, ну, это была подростковая вся фигня. После первого... Ну, ладно, понятно. После первого сайте все это прошло. То есть ты все-таки один из тех людей, кому это помогает. Да, мне помогло. Но кроме этого были кучи переливаний, тоже куча всяких мазей, которые не помогали. Но я нашел для себя офигительное средство разводить бодягу не в кремах, которые в кремах абсолютно бессмысленная и бесполезная хрень, а именно в бодяге. То есть прям порошочек, короче, замешиваешь, с перекисью мажешь. Просто офигенно. Главное не передержать, ребята. Главное не передерживать. Посмотрите инструкцию, как это делается, но не передерживайте. Это просто... Это волшебная вещь. Она... Все мои прыщи... Во-первых, они быстрее, короче, выходили. И рассасывалась кожа. Вот это все покраснение. Оно все убирало. Буквально там за месяц я очень-очень очистился. Внешне. Поэтому я как бы... Я знаком с этой ситуацией, когда ты просто понимаешь, что... Что все, я урод. И не хочется жить. Но на этом жизнь не заканчивается. Ну не настолько уж, конечно, ты говоришь, что я стою упомяюсь. На этом жизнь не заканчивается. Прикольная... Вот эта вот прикольная игрушка, она типа не вешается, а как бы тыкается, вставляется. Все, смотри. А ее можно склеить. Я бы с ума сошла, если бы Слава еще как-то там в этом плане не поддерживала меня. А такой типа, блин, ну тогда спала. Ну знаете, я просто представляю, что наверняка есть такие парни, которые вместо слов поддержки могут сказать, типа, блин, ты вообще хоть что-то делаешь. Или знаете, как человек, ну, жалуется, да, на свои какие-то проблемы с кожей, говорит, что вот, я, ну, так страдаю, у меня такие проблемы с лицом, с кожей. А какой-нибудь не знающий человек что-то в духе может сказать, типа, блин, ну ты там умойся, там, ну, мыло используй, ну, не красься. Ну, там это, ну, короче. Да, спасибо. Елка просто волшебная, просто восхитительно. Пока ты не зашел в кадр и говорю, пахнет хорошо, но не то, что прям вау, но вот типа... Пахнет восхитительно, реально, у нас на, ну, как бы, само вот это вот настроение, это очень важно. У меня как-то мама решила, ну, просто типа, елку не ставить. В прошлом или позапрошлом, она решила просто елку не ставить. Я говорю, мам, ты че, во-первых, там у нас, как бы, Ярик, да, подрастает, я говорю, для ребенка это важно, чтобы, как бы, было настроение, чтобы были эмоции. Елка стояла, под елкой подарок. Ну, как бы, понятное дело, что Дед Мороз не придет, наверное. Закройте уши, закройте уши, дети, закройте уши. Да. Вот, но, как бы, само вот это вот чувство волшебства должно присутствовать, потому что Новый год это Новый год, как без этого? Вообще, у меня дед лесник, и в детстве он постоянно привозил домой настоящую, огромную елку. Мы жили в Патьяхе, это под Сургутом, короче, на севере. И он просто рубал большую елочку и приносил домой. И была просто невероятная вонь от этой всей бандуры зеленой. Но это прикольно, это было классно. Сейчас, конечно, в больших городах, ну, вот это вот, вот это вот классно. Вот это самое то, что, вот то, что Дед Мороз писал. Небольшая, немаленькая, компактная. А мне вот что-то побольше хочется. Ну, не знаю, мы сейчас ее всю завесим, что на самом деле даже игрушек много не надо. Это все на любителя, но побольше, если домой, на дачу куда-нибудь, да, побольше. А для дома, ну, как бы, ну, куда больше здесь натяжные потолки здесь. Ну, не натяжные, дело не в потолках, дело в том, что просто, вот смотри, у нас на самом деле тут вот, была бы она вот досюда, да, например. Ты говоришь, вширь? Ну, и вшире, и повыше, ну, а что? Я могу это подзатыльник, да. Ну, хочется, чтобы вот здесь, ну, хотя бы вот здесь вот кончались вот эти, знаешь, вот чуть повыше. А я тебе сейчас хочу покажу шутку про звезду. Ну, покажи. Шутку про звезду. Я вам тоже скажу. Да, надо эту хрень подчитать. Но так ее можно чикнуть. Ну, да. И она будет ровнее, а то она какая-то корявая. Самое ценное воспоминание, связанное друг с другом. Я не знаю, но, кстати, под видосом в прошлом, там, где ты сказал, когда мы обсуждали, что мы поняли за эти 4 года, ты сказал вместо того, что там, ну, я понял, какая ты чудесная, как я тебя люблю, там, всякие какие-то такие вещи, ты сказал, что ты очень терпелив. Ага. И многие люди, может, видеть, краскогубцы какие-нибудь, ну, не многие, но, типа, люди начали писать, типа, что за дичь? Я попробую. Ну, ставься на эти тупые. Короче, люди написали, нет, которые, типа, как-так, сейчас ты себе отрежешь. Да, ничего не отрежешь. Мне не нравится, там, вверх, да. Да, ничего я не отрежу. Добавим немножечко трэша к моему видео. Ну, и что еще написали? Написали, типа, какого хрена за 4 года он почувствовал то, что он терпелив вместо, там, любви какой-то, еще что-то. Я думаю, что многие люди не понимают, когда вы 4 года живете вместе, дело не в том, что мы терпим друг друга, конечно, нет. Нет, ты порезался все-таки? Ну, так, только. Показывай, покажи, покажи, покажи срочно, покажи. Да, ну. Все, забей, сейчас я перекислю жарку. Я просто, как истинная будущая мать, я чувствую опасность везде. Короче, объясняю. Кто-то, возможно, подумал, что я там что-то расстроилась от того, что он, типа, сказал, что он, там, понял, какой-нибудь терпеливый. Да мы оба достаточно терпеливые, хотя у нас характер, мне кажется, с одной стороны, сложный, с другой стороны, ну, нам норм друг с другом. Просто люди, которые встречаются, гуляют, не живут вместе 4 года, им, наверное, это все, ну, очень сложно. Кажется, не романтично. Ну, я не могу сказать, что в наших отношениях нет романтики, но... Конечно, не можешь, потому что она есть. Да, но понятное дело, что это не то, что когда мы только начали встречаться. Просто мы об этом не рассказываем, я всем не показываю 24 на 7, и ты не показываешь. Ну да, самое романтичное, мы... Это все остается у нас. Самые ценные воспоминания, связанные друг с другом. Ну, не знаю. Ну, Слава просто милый, много ценных воспоминаний, так сразу не вспомнишь. Мы иногда, когда начинаем вспоминать какие-то наши путешествия, какие-то приколдессы совместные. Ладно, я скажу за себя. Самое последнее воспоминание, о котором я сейчас очень тепло вспоминаю, это наш карантин, когда мы жили на даче. Да. Вот это самое лучшее воспоминание за последний год, я думаю, для меня. То есть, как бы, было круто. То есть, я реально... Мы вот за елками ездили, я вспоминал, блин, как было классно шашлундо сготовить, дышать свежим воздухом. Короче, просыпаться под дождь, когда он тарабанит по крыше. Ну, короче, это реально классно. Это вообще не сравнить ни с чем, вообще никак с жизнью здесь в центре города. У тебя спрашивают же о воспоминании, о котором проходило, было в прошлом. И, типа, об этом спрашивают. Давай так, что... Просто ты не ответила на вопрос, вот и все. Прошлое остается в прошлом, да? Мы создаем новую историю, новые воспоминания. Понятно, понятно. Подписчики Юли, вот зацените, как она круто уходит от ответов ваших. Поставьте лайк на видео. Да нет, ну много, но, типа, блин, я просто не совсем понимаю этот вопрос. Какие воспоминания? У нас дофигища. Ну, хорошо, у нас все самое приятное и последнее, связанное со мной. Вот я тебя достал, да? Ну, удачный момент, период, конечно, тоже мне очень понравился. Хотя ты не захотел со мной играть в Borderlands. Правильно. Мы уже с тобой, мы уже прошли Borderlands, она хочет еще раз его пройти. Я говорю, ну, блин. Мне было обидно. Я хотела играть. Ага. Мне, кстати, тоже бывает обидно, когда я нашел классную игру. Я говорю, Юль, давай, давай поиграем. Тут на двоих можно. А она говорит, фу, нет, это какая-то фигня. Это не Borderlands. Что? Вот тогда мне тоже было обидно. Ну, в Турции мы классно с тобой одухали. Да. Тоже хороший момент. Ну, не знаю, в Москве все так сумбурно, да. Ну, у нас с тобой каждый день классные воспоминания. Мы с тобой каждый день ржем, смотрим. Вот мы сейчас подсели на Bad Comedy. Смотрим, угораем эти обзоры фильмов. Ну, у нас каждый день хорошие воспоминания. Иногда бывают неприятные, но в целом в основном только хорошие. Очень классные люди други. Не знаю. Да, терпение тоже играет большую роль. У нас в чтениях любых. Смотрите, это звездочка из ниток. Ну, клей, я так думаю, и ниток. А это типа оригами бумажные. Да, и это я Юле подарил вначале. Очень красиво. Посмотрите, как красиво. Невероятно. Невероятно красиво. Игрушки, которые хочу я из Dark Home. Посмотри, это дорогая игрушка. Это не игрушка за 300 рублей. Здесь красивая роспись. Понятное дело, что это не человек рисовал, но все равно, как бы, нереально красиво. Короче, суть в том, что Слава такой чувак, чисто СССР, знаешь. Ты сейчас меня что? Ну, нет. Ну, Саня, ты что это может мне на самом деле не план? Потому что красиво это. Ну, ты что? Ну, ладно, ладно. У тебя нет, что ли, вкуса? Ну, ладно, ладно. Просто я саму хотел положить на передний план. Просто все красиво, я все хочу на передний план. Конечно. А тут, блин, где-то дырка вообще. Не понимаю, что сюда Сува. Да, вот. Что-нибудь из этого. Это вообще какой-то оригами. Да прикольно же. Ну, пусть она будет разнообразная. Пусть она будет такая, типа, необычная. А то все одни. Короче, если говорить про наши отношения, мы спорим очень много, выясняем отношения. И тем самым, я думаю, что... Ты сказала два раза отношения. Я сейчас убью. Ладно. Так. Сразу вы понравились друг другу как люди. Ну, это как вот я тоже, знаешь, думаю. Ну, конечно, сразу. С другой стороны, я же тебя вообще не знаю еще. Ну, понравились. Здесь работает просто закон химии и все. Здесь не нужно говорить сразу понравился, понятно ли. Мы же не знаем человека сразу, как только видим. Это же происходит на подсознательном уровне. Мне она сразу понравилась, но не как человек. Я просто увидел ее и все. Она мне просто понравилась. Когда она начала говорить, шутить, стесняться, она мне начала нравиться. То есть, как бы, не скажу, что это все только из-за внешности. Это неправда. Потому что так это не работает. Как бы, тут куча факторов. Вот реально, ты спрашиваешь привет, и она отвечает привет. И как бы, начинается коннект. Как бы, понятное дело, что я ее как личность узнал через, может, полгода, там, прям полностью. Через год. А тогда нет, но тогда она мне очень понравилась, поэтому, да. А, это вообще подарок какой-то, да? Классный, да. Я не помню, правда, откуда он. Из Риги, нет? Очень красивый. А, это не Лана ли тебе подарил? Ну, короче, очень красивый. Смотрите, Дед Мороз с этим, кто это? Короче, скажу так, в этих игрушках есть фишка своя, но я бы согласилась, чтобы вся елка была в этих игрушках, только если она была бы вся в этих игрушках. Ну, типа, знаешь, такая прям атмосфера, ты можешь, самая, такая прям атмосфера реально какого-то детства, 90-х каких-то. Это, да, прикольно. Но, вот я, кстати, в начале видео сказала о том, что мне настолько пофиг все эти елочные, игрушечные дела, что уже третий или второй год подряд, третий год подряд, одни и те же игрушки. Так это нормально, люди не меняют каждый год игрушки. Ты не понимаешь, суть же не в этом. Просто ты хочешь, я знаю просто, что ты хочешь, я знаю, что она хочет. Она хочет, чтобы елка была вся такая аутентично красивая, в одном цвете, стильная, модная, чтобы ничего лишнего не было. Вот чего она хочет. Тогда уже такое не получится. Ну, я просто, ну, я не люблю так. Мне нравятся реально красивые игрушки, как в детстве, как у меня были. Чтобы они были, чтобы они были, чтобы они были тоже аутентичные, чтобы они были такие прикольные. Видите, здесь они просто круглые, одноцветные, монотонные. Ну, вот это прикольно. Вот здесь есть внутри какие-то звездочки. Интересно. Ну, они надоедают. Херакс, Дед Мороз, кто же это такая? Лань, кто это? Олень? Олень? Олененок, да? Это олененок? Конечно, это олень. Я просто не могу понять, кто это. Дед Мороз с олененком, да? Хоп, красиво. Как бы сразу новогодняя атмосфера. А не вот это вот современное, ну, как бы, да? Я не скажу, что это все плохо, да? Мне ничего современное не нравится. Ну, нет, мне что-то нравится современное, поверь. Ну, просто, ну, надо искать хорошее современное, а не, как бы, однотипную фигню. Урыл. Ай. Прости. Сразу же, конечно же, будут вопросы, почему мы не встречаем вместе Новый год. Хочется ответить на этот вопрос, чтобы нас потом, опять, как всегда, не мучили этими вопросами. А мы что, не отвечали в прошлый год? Ну, я не знаю, Градюш, вернусь, что всегда забывают, поэтому всегда задают одни и те же вопросы. Нужно ответить. Куда этого, Дед Мороз? А куда ты тебя красиво, твоих любимых повесила? Вот здесь один, вот здесь один. Где? Вот у меня же. Смотри, подруга прям. А как? А куда это? А что ты такую, типа, красивую, допустим, вниз повесила? Не знаю, у тебя здесь справедливо есть много. Ну, сними что-нибудь и поменяй. Ты же сам свою судьбу создаешь. Ух, ты ел. Ну, короче, почему мы не отмечаем вместе? Мы со Славой такие очень семейные. У нас с детства есть такая тема, что Новый год, это праздник семейный. Не то, чтобы там друг друга не семья, но так вышло, что мои родители всегда отмечают там, ну, в одном месте все. Славяны, понятно, дело в другом. Не знаю, по поводу там объединиться, мы об этом как-то не думали никогда так вот. Ну, наверное, мы думали о том, чтобы отмечать вместе Новый год, да? Но тогда мы не видимся, типа, с родителями. То есть у нас такая сложная, у нас достаточно схема, как мне кажется. Да, у нас обстоятельства так складываются, что Новый год нам встречать вместе трудно. Ну, в прошлые года у меня была работа на Новый год, я выступал, а сейчас вот из-за карантина, как бы в этом году выступлений нет массовых, да, в честь Нового года. Поэтому концерты отменились. А у меня еще, вдобавок к этому, день рождения у дедушки 1 января, 3-го там дальше у других родственников день рождения. И мы все собираемся вместе, как бы, и у нас вот целая, там, пол, половина январской недели просто, как бы, вместе, совместная с родственниками. Поэтому я после концерта в Москве сразу в ночь уезжаю в Егорьевск к себе туда на дачу, и мы... К дедушке. К дедушке, да, и мы там празднуем, и Новый год, и дни рождения, и так далее, и тому подобное. Вот. Юле тоже родители празднуют все вместе. Я с родителями, да. Да-да-да, у Юли тоже родители празднуют все вместе, поэтому она едет туда к своим родителям и празднует с ними. Вот, собственно, вот ты весь ответ. И как бы, на самом деле, может быть, кто-то подумает, типа, блин, там, еще что-то. Ну, на самом деле, да, первый год я тоже расстраивалась, я думала, ну, типа, что, куда, кого, почему так. Ну, а сейчас я как-то... мне нормально. Наоборот, в этом даже есть какая-то романтика. Как будто бы мы с тобой весь год не виделись. Да, а потом встречаемся. О, привет. С Нового года. С Нового года. С прошлого года тебя не видел. Да. Офигеть, давно не виделись. Да-да-да. Ну, короче, такого, да, это просто, вот для меня это, честно, фу. Не обижайтесь, ты, у кого есть дождик. Ну, ладно, пофиг, пофиг на дождик, давай зеленую траву. Но она не на елку, ты же понимаешь, он зверя положил. Но на под елку, да? Нет. А куда? Елка рассыпи на всякие выступающие. Вот для меня это просто фу. Типа, мы такие корпоратив у нас. И мы очень любите. Что Ио получит на Новый год? Тебе глазик красный? Да. Ладно, давай поговорим про цели на 2021 год, и на этом можно будет закончить. Ну, наверное, хотелось бы побольше работы, да, чтобы было еще больше. Хотелось бы все-таки закончить новый альбом, который у меня в работе, опять работа, то бишь. И чтобы все мои близкие, родные не болели, были здоровыми. Ну, а цели-то будут? Это созвучательно, это пожелание, да, а цели? Цели. Ну, я же сказал, типа, чтобы было больше работы, наверное. Цель. А, цель. Ну, я же сказал, выпустить альбом. Ну, вот, это похоже на цель. Да, выпустить альбом. Это если опять говорить о работе. Это поработать. Это поработать хорошо, да, чтобы моя вокальная школа стала еще больше, и было учеников еще больше. И мы радовали всех вокруг, и делали, занимались творчеством все. Было бы неплохо в новом году выпустить какой-нибудь свой курс, какие-нибудь свои инфопродукты, да, которыми уже интернет насытился вас полна. Но я имею право и возможность дать людям что-то интересное новое. Я бы, конечно, хотел, чтобы наши с тобой отношения всегда оставались теплыми и близкими, чтобы мы не отдалялись друг от друга. Жизнь такая необычная, в ней столько всяких крутых поворотов и моментов, о которых ты даже не задумываешься. Что загадывая какие-то желания, можно, в принципе, даже как бы не рассчитывать, что они сбудутся именно в этом году. Может, сбудутся через 5 лет, а может, и никогда не сбудутся. Фиг знает, короче. Но мечтать, помечтать можно. Поставить себе цели можно и нужно. Какие цели у тебя? Самая первая цель – это вылечить свою кожу. Решить вопрос с ремонтами, со всякими моментами. То, о чем я мечтаю, то, чего я хочу. Ну, конечно, тоже работа, понятное дело. Я не знаю, какие еще у меня цели. У меня цели просто быть активной, продуктивной, чтобы все хорошо получалось, складывалось. Ребят, спасибо, что там посмотрели. Я потянулся чуть позже, но Юлька начала без меня. От меня всем салют, хорошего Нового года. Хорошего Нового года. Всего хорошего, как там в том мемчике. И мечтайте, исполняйте свои мечты, мечты и желания. Исполняйте свои мечты и желания. Все? Ну да, чать, дарю. Ну, короче, чтобы все было классно у вас. Надеюсь, что Новый год подарит вам хорошие эмоции. И надеюсь, что реально, хоть мы с вами и говорили о том, что многие думают, что как только закончится год, сразу все проблемы закончатся. Ну, дай бог, чтобы на самом деле так оно и было, чтобы в 21 году не было никаких проблем, чтобы все только налаживалось и становилось классно. Так что вот, всем спасибо и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok